Альберт, очень сложный матч для КПРФ. Расскажи, каково вообще-то входить в игру, когда счет довольно-таки скользкий и неловкий, и при этом ты сразу выходишь в очень важный момент матча? Ну, прежде всего, да, результат для нас отрицательный. Конечно же, в три мяча вести, в конце пропустить. Тренер доверил мне, чтобы последнюю минуту, так скажем, доиграл, потому что несколько таких моментов было нервозных, и тренер поверил. Я считаю, что я не оправдал это доверие. И насчет того, что входить, нет уже, ну, никакого волнения нет, была концентрация полная. Конечно, тяжело, понятное дело, что всю игру сидишь, полеешь, переживаешь. Больше эмоций даже оставляешь на скамейке, чем на поле. Ну, как получилось, значит, так должно быть, и через это нужно проходить. Такие ошибки, и двигаться дальше, работать, здесь ничего больше не остается делать. А могла как-то вообще сказаться на игре вызов в сборную и матчи за сборную? Нет, именно на меня никак не сказались, потому что я мало времени провел игрового. Конечно, сборы – это тоже выматывающий период, когда долго тренируешься по две тренировки, но я соскучился по игре и сегодня был полностью готов на 100%, чтобы, ну, играть и добиваться результата. Антон, в команде сложная ситуация с игроками, много травм. Сегодня ты выходишь с капитанской повязкой. Вообще, каково, расскажи тебе, выходить в универсальном спортивном комплексе «Ухта» в твоем доме с капитанской повязкой? Ну, уже было несколько даже сезонов в этой роли. Сейчас другие люди у нас в роли капитана, но при таком случае, как выдался для меня честь, быть капитаном этой командой сегодня, все тому доказательства, что у команды есть характер, горд командой быть частью этой. Вот, и ребята молодцы, вообще красавчики, просто слова благодарности всем, кто сегодня выходил на поле, сделал камбэк такой. Сложно, конечно, тут сравнивать, но вот эта ничья, она равносильна в какой-то степени победе? В какой-то степени можно считать, да, равносильно, потому что ввели 3-2, потом, я не знаю, что произошло, в некоторый отрезок стало 3-6, вот, и, конечно, три мяча, ну, не так часто отыгрывается, скажем так, с аутсайдером, лидером, как в таблице, можно сказать. Вот, ну, сегодня звезды так сложились, и ребята здорово реализовали свои шансы, опять же, наши. Но, опять же, говорю, просто они молодцы. Игорь Владиславович, сегодня во время матча команда вела в счете, но затем вы сделали замену вратаря. А чем была вызвана эта замена? Ну, нам показалось в Семенскую штабу, что Серега начал нервничать, Красав, видимо, ну, игра такая, и что напряжение было, на самом деле, тяжело, тяжело ему, тем более у него, ну, произошла там спазм мышцы во время, там, удара в начале второго тайма. Поэтому была замена. Ну, показалось, что в какой момент он был недоволен тем, что его заменили? Нет, он нормально, у нас никто не доволен, такого не бывает, все довольны. А как оцените концовку команды? Были матчи, в которых команда как раз-таки уступала именно в концовке, а сегодня забила три мяча? Ну, понимаете, вот так команда, наверное, и строится. И вот такими матчами, когда проиграли, и вроде бы уже безнадежно, да, как бы ситуация. А нужно верить в партнера, нужно верить в команду, тогда все получится. Миссу Грамович, сегодня был довольно-таки неоднозначенный матч, команда то вела, то уступала. Расскажите вообще о впечатлениях этого матча, какие эмоции остались? Я думаю, что мы первый тайм провели стабильно, даже при пропущенном мяче у нас была стабильная игра в плане атаки, обороны, не было таких опасений, что в каком-то отрезке времени второго тайма мы можем вот так дестабилизировать игру в плане больше оборонительных действий, потому что я меньше сейчас помню моменты, когда мы там, например, теряли мяч, и команда бежала в контратаку соперника. Да, нет, мы как-то в обороне чуть-чуть сбавили вот эту агрессию, обороты наши, и это привело к пропущению мяча. Но сильная команда темы славится, что может в трудный момент все-таки собраться и продолжать скнуть свою линию. Считаю, что опять же нам это удалось, проигрывая во втором тайме, мы нашли ресурсы стабилизировать опять игру, и забили очень сложные, я считаю, уголы, которые они были все-таки, исходя из нашей агрессии, давления на соперника. И здесь вопросов нет в команде. Просто вот эти, знаете, как желтые карточки, потом красные карточки, чуть-чуть это какое-то состояние, когда мы или чересчур нервничаем, мы не читаем ситуацию, когда на поле наступаем пятым, но это ситуация, которая очень сложно, очень сложно в динамике разобрать, там не заходи на поле, то есть мы должны оглядываться. То есть эта концентрация, это тоже часть игры, не только с мячом, оборона, атака. Вот эти замены, когда мы меняемся, головой оглядываемся, это дисциплина игровая. Я считаю, что здесь как раз мы и пострадали, что получили желтые карточки, в конце концов, красную карточку, когда у нас игрок удалился. А концовка игры, вы же знаете мини-футбол, он непредсказуем, здесь нельзя считать. А оставалось только, надо сконцентрировано до конца, каждый эпизод дорабатывать. Считаю, что соперник использовал этот компонент игры максимально эффективно, забив три мяча. Мы разбирали, мы знали сильные стороны соперника при игре 5-4, но, к сожалению, на фоне, наверное, усталости и в какой-то момент, может быть, чуть-чуть неуверенности, мы потеряли. Мы потеряли целостность игры 4-5, и здесь были вот эти проблемы, которые вылились в пропущенные мячи. Но получили удар, получили негативные эмоции. Естественно, когда три мяча ведешь и не проигрываешь, но играешь в мячу, это не может быть хорошо. Но в любом случае, я считаю, что завтра это другой день, другая игра, и чемпионат продолжается. Продолжается, и считаю, что если мы команда, мы способны исправить ситуацию. И в этом туре, и в следующих играх, сколько осталось, мы будем до конца биться, до конца показывать свою состоятельность, и ни в коем случае мы не сдадимся. Конечно, мы хотим радовать своих болельщиков, и вот такие игры, они не могут их радовать. Но поверьте, что ни одного человека не было в команде сегодня равнодушным, или спустя рукава играл, не было ни одного. Все хотели победить, но наши спорты такой, что непредсказуемость есть постоянно. И секунды, и минуты нельзя считать. До конца надо каждый эпизод дорабатывать. К сожалению, нам это не удалось сегодня. Всем большое за интервью. Продолжение следует...